Что выбрать в подарок к новогоднему празднику? Вот главный вопрос последних дней уходящего года. Организаторы выставки «Новогодняя ярмарка» ответ знают. Мастера из Сергиева Посада представили посуду из глины. Уникальность этих изделий в молочном обжиге. Каждое изделие – авторская работа. Это изделия гончарные. Техника называется «молочный обжиг». Говорит это о том, что мы не используем ни красок, ни лаков, все натурально. Посуда, которую мы здесь предоставляем, можно использовать для приготовления пищи в духовке, в микроволновке, в русской печи. Вот уже 130 лет Клинская фабрика «Елочка» производит новогодние игрушки и украшения. Все фигурки сделаны только из стекла и расписаны мастерами вручную. Особой популярностью пользуются коллекции 20-го столетия. Взрослые, взяв в руки такую игрушку, словно попадают в свое беззаботное детство. В Одинцово приезжаем практически постоянно и всегда с большим удовольствием, потому что здесь публика любит нашу игрушку. Даже которые не покупают, просто приходят посмотреть, вспомнить молодость, окунуться в свое детство. Клинская фабрика – это, наверное, единственная фабрика в России, которая не изменила традициям. Вся игрушка делается только вручную, выдувается вручную. Компания «Адела Ада» в Одинцово представляет коллекцию женской одежды из натуральной шерсти впервые. «Инта» и «Элграс» уже много лет занимаются этим делом. Семейный бизнес начинался с маленьких магазинов пряжи, а сегодня это настоящая арт-мастерская по производству модной и удобной одежды. «Производство искусств, продукт. Это не тираж, скажем, промышленный. То есть каждая модель индивидуальная?» «Можно сказать, что каждая модель индивидуальная. И каждый год стараемся создавать новые модели». Выставочный центр и благотворительный фонд «Лизонька» проводят предновогоднюю акцию. Любой желающий может оставить средства или купить подарок. Все это будет передано семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития здоровья. Участники выставки активно помогают. Уже собраны коробки новогодних украшений и разных игрушек для ребят. «Каждый может, у нас есть благотворительный ящик, пожертвовать любую сумму. Это может быть и 100 рублей, это может быть и совершенно та сумма, которую человек может пожертвовать на лечение, реабилитацию наших детей. Также каждый может что-то приобрести. И тоже все это передастся в благотворительный фонд для тех нуждающихся, о котором я сказала». До Нового года остаются считанные дни. Не экономьте на радости, балуйте близких и себя. Мандарины, украшенная елка и подарки – это и есть Новый год. Долгожданный и сказочный. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».